она сейчас время обеда на обед у нас сегодня фаршированные перцы это мне любимая рукава просто обожаю ой как хорошо у лени возвращаются вкусы потихоньку говорит у нее после ковида вообще не ощущала ни вкус не запах не чувствовала как хорошо где шашлыки да пойдем ложку дайте ребята всем добрый день мы сейчас идем на пляж так хотела вам показать посмотрите вот выходим из дома нашего и вот видно море мы решили все же поехать на маршрутке на такси бы мы все не уместились и только смотрите пол маршрутки заняли мы там впереди сидит мария моя сестра мама премианик абдулхабин мохаммад берсик там еще ясмин и я и то с нами а еще не поехала дружной компанией едим на пляж так это сам центр города еду еду с другой стороны вот получается центральный пляж а здесь вот всем магазинчики а торговые центры рестораны кафешки что такое да надо здесь где-нибудь сфоткаться нам это готово тремя тремя Субтитры делал DimaTorzok В общем, 13-го числа мы должны были перелететь в Стамбул, точнее я должна была 10 августа уже вылететь в Грозный, оттуда уже со своей мамой и сестрой должны были прилететь в Стамбул к племянникам. В итоге где-то буквально за неделю выясняется, что у моей мамы ковид, естественно, все отменяется, билеты у нас были, ну как бы, ну то есть я не смогла их вернуть и не смогла сделать возврат денег. В итоге, когда я уже решила, что все, уже мама переболела, заболела моя младшая сестра, она, естественно, тоже от мамы заразилась. В итоге я ждала, пока они пройдут, в общем, этот карантинный свой срок для того, чтобы приехать домой. В итоге 23-го августа моя младшая сестра уже сдала повторный ПЦР, он оказался отрицательным, у мамы еще до этого был уже отрицательный. И, в общем, я прилетела домой 24-го, и мы сразу же взяли билеты на 30-е августа. Альхамду лилла просто за эту возможность, потому что мы так долго этого ждали, потому что последние полтора года, как вы знаете, из-за этих ковидных ограничений, то ограничения у нас, то у них, то закрытые границы, в общем, у нас никак не получалось. Мы последний раз были в 2019 году, но альхамду лилла, все нормализовалось, и мы наконец-то здесь. Как ты? Нормально? Понравилось? Ребята, мы прям довольно купались, очень прям теплая вода. Я сегодня ветвина, я боялась, что будет холодно, но прям отлично. Говоря, в эту сторону, чуть подальше становится базар, ну, овощной рынок, он становится по понедельникам, в среду и... нет, не воскресенье, а в субботу, вот. А сегодня сведа, мы уже, ну, не успели, потому что мы с утра ходили на пляж, сейчас идем в кафе, но в субботу я туда пойду и специально для вас засниму, потому что мне лично, не знаю, как вам, очень нравятся турецкие базарчики. И по дороге домой мы решили, надо взять немного свежих фруктов. Так, мы взяли в итоге персики, берем сейчас клубнику. Да, взяли вот этот фрук, не помню, как он назывался, и инжир. Так, за все про все вышло 90 лир. На наши деньги примерно 900 рублей. Так, остального я не помню цены, единственное, напомню, что инжир стоил 250 рублей за килограмм. И так же решили взять крючковую зеленую посоль, и с нее мы будем готовить очень вкусное грузинское блюдо под названием лобби. Ау, нет, Май, это мало. Ич, ич. Иди, 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 иди. Жиги мне, жиги мне. Дальше, ребят, все. Зашла быстренько на секундочку, чтобы взять просто руколу. Я ее ем прям огромными пучками за раз. Так, на 10 лирку, вот, 4 пучка руколы. Поймать здесь в Елово такси, а касса тот еще квест. Я здесь стою уже 3 часа, вон, мои ждут меня. Здесь как-то обозначено, типа, буквой Т. Мне сказали здесь подождать, 2-3 минуты будет машина. Ну, по-моему, уже пошло 2-3 часа, я не знаю, жду, жду, уже нету. Как только она подъезжает, она уже бывает занята. Кстати говоря, половина нашей компании отправилась в торговый центр Star, который вот впереди. А они пошли поесть фастфуд. А мы с мамой поели в той кафешке, ну, то, что вы видели, вот. А такси еще нет и нет. Тут есть, конечно, маршрутки, но я без племянника. Не знаю, на какую нам нужно, на какую, точнее, нужно сесть. Спасибо, добрый человек. Субтитры сделал DimaTorzok Так, а на ужин мы решили замутить галушки. Как же без наших любимых чеченских национальных голныш. Значит, мы варим и говядину, это сушеная говядина, и курицу, потому что не все любят сушеное мясо. А вот такие вот галушки. Я как бы кручу. Сноха навязает. Она также замесила тесто. И вот такие вот галушки у нас получились. Соус, соответственно, чесночное говядине. И из лука и картошки курица. Девчонки, на этом я завершаю свой сегодняшний влог. Надеюсь, он вам понравится. Отдельная благодарность за ваши лайки и комментарии. Большое всем спасибо. До встречи в новом влоге. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»